В эфире специально бунтостимулирующая рубрика, помогающая тебе бороться с педагогами. Но с теми, кто бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу и вызывает желание прогулять или зевнуть, но никак не желание учиться, светлеть щелом и мотать на ус. Это был Генри Перкин, который в 1856 году увлекся рассказами своего учителя по химии. Из-за него Генри обзавелся домашней лабораторией и принялся там смешивать, подогревать. И однажды заметил странный фиолетовый оттенок у него получившегося вещества. Дальше было вот что. Бросил школу, открыл первую в мире фабрику по производству искусственных красителей и заделался вскоре миллионером. Требую учителя огня и задора. Нечего учебники пересказывать. Ведь кто знает, а может по вине этого скучного лектора ты и теряешь свои миллионы, ну те, из будущего. Дается зажигание. Дай выходу. Это первый молодежный телевизионный еженедельник для тех, кто хочет быть первым. И кто уже сейчас думает о своем будущем. А выхода не остается, ведь настоящее мы сейчас у тебя украдем. Ну, в той мере, пока длится наша программа. Я Валентин Тюрин. Привет, а я Карина Атальянс. Сегодня ты узнаешь, что Людмила Удобкина когда-то принимала присягу и совсем недавно выступила на проекте «Свежая лекция». Потом покажем тех, кого не держат дома батареи и отопление. А зовут студеные воды Зуши, походы и весла. Еще узнаешь, почему не стоит в качалке равняться на шварцам. И бонус. Пара лучших роликов, представленных на фест «Бугага-8». А помнишь, мы рассказывали тебе, что в Орле появился и набирает обороты молодежный проект «Свежая лекция». Это такие интеллектуальные посиделки-слушалки. Ты, кстати, имей в виду, можешь у приглашенных спикеров ума набраться. В этом, собственно, и вся технология. Записываешься ВКонтакте на лекцию, приходишь в Центр своевременного искусства и вынимаешь тем, кого устроители позвали раскрывать тебе глаза на какие-то штуки. На очередную свежую лекцию позвали угадай кого. Ну, ну ты что, это бобслииска Людмила Удобкина. Кстати, она и об этом говорила тоже. Регион не знает своих героев. Когда орловские спортсмены становятся первыми на самых разных международных соревнованиях, почему-то об этом почти не говорят, этим не гордятся. Орловчанам или все равно, или орловские СМИ виноваты. Не информируют как надо. И пересказанная нами лишь часть лекции «Спорт в моей жизни» от обладательницы Кубков Европы, бронзового призера первенства мира, члена сборной команды России, участницы Олимпиады в Ванкувере и Сочи. Были моменты, когда хотелось все бросить? Да. В бобслей, который полюбился как источник адреналина, она пришла из легкой атлетики, а до этого пробовала себя и в баскетболе. Рассказала о приметах спортсменов, сравнила Олимпиады, в которых принимала участие. Кстати, сослалась даже на иностранцев, которые заметили, что игры в Сочи самые зашибательские в истории. А еще она, между прочим, лейтенант и служит в федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Тут разговор перешел на допинг и вообще фармакологию. Оказалось, что без последней на соревнованиях выше уровня чемпионата России вряд ли можно чего-то добиться. И так далее, и тому подобное. Все не расскажем. Самому надо было сходить навстречу. Напоследок совет от чемпионки. Займись, наконец, спортом, уволень. На самом деле, спортом надо заниматься даже для своей фигуры, чтобы там 50 лет, да, животом не трясти. Кстати, свое мнение насчет спорта на фоне вот этой вот стенки изложил Иван Аркатов. Один из спикеров свежих лекций и когда-то ведущих нашей рубрики Аркатов и МХО. Теперь это самостоятельная программа. Интересно узнать, как спорт используется в геополитических битвах? Как американские спецы поведению психологических войн пытались сорвать Олимпиаду 80? Ищи новый выпуск ИМХО на сайте обл1.ру. Вот бывает у тебя такое, что хочется кое-чего, а добыть это самое никак не получается. Ну, исчисался ты уже весь, ночами спать не можешь, все думки только об этом. Вот хочешь и хочешь, хочешь и хочешь, а заполучить не получается. Хоть на коленях стой, лишь бы дали попользоваться на все уже, согласен. Что, бывает такое? Не, я совсем не про девушек, если вдруг ты согласно киваешь. Я про байдарки. Всех, кто мечтал о байдарках, но не знал, с чем их едят и как хранить байдарки дома на антресолях, удовлетворила фирма Сафари. Дала не имеющим их покататься. И был это пятидневный поход по Зуше, от Новоселья до слияния с Акой. Итого 120 километров. А ледоколы мы тебе показываем не зря, ибо открытие водного сезона, что произвел клуб экстремальных видов спорта Траверс, приписанный к ГУ у НПК. Очень даже напоминало борьбу с данностями верхних широт. Ветер хоряй, а я... Я, да! Кроме северного ветра, девятерых человек, решившихся на это предприятие, поджидали и снежная буря, и лед на веслах. Просто всего этого сейчас не видно. Снимать ведь было неудобно в варежках. В общем, почти все задействованные лица – студенты. Водный поход этот считается по специальной таблице спортивным. Первой категории сложности. Всякий, кто в нем принял участие, не только выучился правильно махать веслами, но и находить места для ночевки и преодолевать технические препятствия, назло настроенные человеком, лишь бы вытащить спортсмена из байдарки. Разговор о Лыковской ГЭС, которую было никак не объехать. А помнишь, недавно средства массового информирования что-то говорили про комплекс ГТО? Не, сиди, сиди, сиди. Понятно, что ты-то ко всему готов. Только первые значки ГТО нового образца получишь не ты, а герои нашего сюжета. Потому что сдавать положено и походы. Ну, были такие правила в этом комплексе. Не отправился, не вытерпел, подвели мозоли и не зачет. Наши соболезнования – хомо урбанистикус. И что ты думаешь? Всего этого им было мало. Через недельку после своего приключения члены клуба «Траверс» решили присоединиться ко всем прочим орловским туристам-водникам и уже вместе с ними открыть водный сезон официально. Официально это значит, приняв участие в традиционных соревнованиях «Весна-2014», организованных Орловским региональным отделением Федерации спортивного туризма России. Всего заявилось 11 экипажей маршрут 36 км от Нарышкина до Орла. Мы, чтобы не заканчивать сюжет на позитивной ноте, а вот не хотим. Совсем мы не станем рассказывать про победителей и призы. Мы будем серьезны и даже немного алармичны. Друг рассказал, что в ближайших областях, в частности в Тульской, водный туризм на высоте. Постоянные слеты, куча участников. А у нас, лишь благодаря кучке энтузиастов, еще хоть что-то и живет. Слыхал среду Гога, доносящийся с юга? Не, я имею в виду недовольных крымчан, поменявших паспорта, а тех, кто был значительно ближе. В Гринфильме. Там прошла восьмая Бугага. Ну ты же в курсе. Из года в год проходит такой фестиваль видеоприколов, в котором участвуют КВНщики, одинокие самостоятельные хохмачи и телекомпании со своими ляпами. Все они хотят зрителя рассмешить, и еще 10 тысяч в рублях. Таков приз за победу в одной из пяти номинаций. И если ты шландался во время Бугаги, не пойми где, и все пропустил, хорошо, что у тебя есть мы, которые сейчас пару призовых роликов тебе и покажут. Ржи на здоровье! Драка – это плохо. И она может начаться из-за любого пустяка. И если она началась, то ты должен знать. В драке есть несколько персонажей. Подстрекатель Давай, давай! Красава, нормально! Рома, не останавливайся! Помоги ему, Рома! Паникер Сто пудов, сейчас еще менты приедут опять. Он дядя Валера за класс смотрит, он сто пудов вызывает каждый раз. Трус Мужчина, который решил тряхнуть стариной. Человек с условкой Бабушка, которая знает дерущихся Сашка, ну что ж ты делаешь? Бей ему фанеру! И, конечно же, гардеробщик Давай, давай, давай! Слышь, пакет подержи! Рассмотрим несколько основных правил драки Не бери с собой подругу Саша, хватит! Пойдем отсюда, Саша, смотри! Обязательно представься Перед дракой в рубик от Алиапольда Ты что, попутал, что я так разговариваю? Ребята, давайте жить, друг! Руки убрал, враги! Жить, друг! Поставь соперникам неловкую ситуацию Чуешь, чем пахнет? Колян, идешь на драку? Ну, сейчас я рыбу доем Андрюх, а ты? Сейчас, прям минуточку, Саша Количество не значит качество Не будь голословен! Да ты! Знаешь, кто мой брат? Кто? Так, молодой человек, виски прямые, косые, как будем стричься? Не снимай драку, чтобы выложить в интернет Смотрите, придурки дерутся! Пацаны, я пошутил! Пацаны! Ну, чё? Ждем бабочку Ну, и в конце драки Обработай раны Ну, что ты в драку-то полез? А чё он меня клоуном назвал? Ну и что такого? Я-то мим Есть несколько тактик во время драки Тактика 4-4-2 Тактика Брут Звонок старшему Конечно же, каждый сам за себя И самый идиотский вид тактики Это... Самый идиотский вид тактики Выбитые зубы 3000 рублей Порванная рубашка 1500 рублей Удовольствие, полученное от драки Бессмысленное Ведь самая лучшая драка Драка, которой не было Рокки Бальбо Тем временем сайт Жажда Продолжает докладывать нам о том Что интересовало орловчан в интернете Держи очередной жаждовский отчет Примерно за половинку прошедшей недели И такую коллекцию следов Оставленных в твиттере, соцсетях и блогах На этой неделе орловские интернет-любители Ударились в позитив и романтику То тут, то там в новостной ленте Пораскальзывали мимимишные фотографии Родного города Некоторые даже признавались орлу в любви Кто-то ратует, чтоб город превратился В туристическую мекку Одной из достопримечательностей По мнению твиттерян Станет писк современного архитектурного искусства Орловская псевдомансарда Еще блогеры решили сделать город чище Отправились на субботник Другие орловчане Тренировали мозги на тотальном диктанте Еще к нам заскочил Тодос Телами вместе подрыгали Заряд эмоций получили И покатили дальше по стране Орловские танцоры, кстати, и сами не промах Смотри, какое забацали видео Ай, молодца! И все бы в этом отчете было бы жизнерадостно Кабы не элемент хоррора В лице, точнее, морде Нарышкинских котов А сейчас назад в туловище Рубрика, в которой мы рассказываем парням, как накачать бицуху А девушкам, как отрастить себе привлекательные стройные ноги Ну, вроде того В общем, эта рубрика поможет тебе понять Что делать с абонементом в фитнес-зал На который ты променял свой прем из World of Things Сегодня продолжим рассказ об ошибках, которые характерны для новичков Хотя в самом главном они уже исправились Просто перестав лениться и придя, наконец, в качалку Пока Россия, Япония и интернет увлечены этой девушкой Мы изо всех сил стараемся вывести в тренд другую красу и умницу Пусть и местного разлива Пусть и в форме не с погонами, а всего лишь в спортивной Итак, Наталья Булатова, инструктор клуба «Фитнес-экспресс» Она ходит по введенным ей пределам И хихикает над теми, кто нет-нет, а ошибается И совета дремучий не спрашивает Бывает, что многие спортсмены зря используют атлетические пояса И носические ремни и бензин Все это и впрямь помогает избежать травм Но только при работе с большими весами Будешь использовать амуницию постоянно И твой естественный мышечный пояс и связки перестанут развиваться Если ты не идешь на личный рекорд, знай Хорошо развитый пресс и спина могут заменить подобную сбрую Кстати, про рекорды бывает, что фитнесист считает правильным работать до так называемого отказа То есть, когда уже не способен двинуть рукой или ногой, чтобы повторить упражнение Избыток отказа ведет к нервному переутомлению и выбросу катаболических гормонов Другие, наоборот, даже не подозревают, что планка их рабочих весов на самом деле намного выше Они приходят из-за фитнес-мода и чтобы откорректировать внешность И тренируются в этой зоне личного комфорта Полагая, что и вправду пашут на пределе возможного Эту ошибку можно исправить, только лишь обратившись за конфликцией к тренеру Но зачем мне тренер, если я изучил уже программу тренировок известного спортсмена или героя боевиков На этот счет, вон насколько литература и интернетов Как и насчет кое-каких секретных упражнений С помощью которых можно стать халком за 15 минут И разве может быть что-то правильнее, чем чемпионская программа Если помогла Шварцу, поможет и мне У чемпионов есть масса программ Для сушки, для набора массы, для выносливости и прочее Вы уверены в своей программе? Вы точно не запутались? А подходит ли выбранная вами программа для вашего типа телосложения? Ну ты уже понял, что мы опять отсылаем тебя к тренеру Он, кстати, расскажет еще про одну ошибку, которую допускают фитнесисты Отсутствие разнообразия в тренировочном плане и приверженность одним и тем же упражнениям Знает, свою программу нужно менять каждые несколько недель Иначе мышцы просто перестанут реагировать на нагрузку Помни об испытаниях, через которые ты прошел О подвигах, которые ты совершил Это рекламка нового Геракла Если ты тоже хочешь стать новым Гераклом Игра слов Готовься к тому, что за месяц-другой это не получится Как не получится без испытаний и личных подвигов Надеяться на скорый эффект Тоже ошибка А на сегодня все Бывай, увидимся через неделю Счастливо!